и героев да исходя из этого неплохо бы и уровнями обзавестись титану пораньше вернее хотя бы 6 получите правда может смотреться следующий пик от века сквадром тускар снова тускар в руках у алоха дэнс я думаю на этот раз что палантимас занял роль кири героя monkey king туда же в общую комбинацию сейчас а у е урона и магического и физического с лихвой прудим завод я нашел нашел статистику по этим ребятам и могу тебе смело сказать смело сказать то что элдер титаном они не играли до этого долго так как за этот месяц ни разу элдер титан не фигурировал но по остальным героям виверна до виверна популярна но не результативно 5 матчей 2 победы если говорить про ханкис from the вод бэйн 3 матча 2 победы это опять же статистика за месяц приводится я больше выборку не беру извините кто-то у нас еще monkey king был monkey king 2 игры одна победа за последний месяц шторм спирит рисуется от веги еще и шторм под репелом классно если он конечно доживет до того момента пока когда будет способен кого-то убивать прилетает шторм под репелом и финс грипп или ультимейт вверх ну да 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 я я говорю что репел это конечно хорошо но там даже до еще до этого момента пока ты будешь ловить финс грипп и ультимейт виверны тебя еще до этого момента могут размотать множество раз но от одного мобильного героя достаточно да с двумя могут не справиться ханкис а самим антимаг не нужен был бы уже все-таки мк имеется в позиции керри просто некуда приткнуть точнее мы есть куда приткнуть других персонажей по линиям тогда не расставишь грамотно но и центральную линию надо банить против шторм спирита потенциально слушать таким а у кем вайпер вайпер я просто смотрю именно по героям которых использовали инвокер у и через это не интересно если у них инвокер хороший просто представь вот во всю эту комбинацию под ульт виверны под разлом туда же после этого емп это вас это очень мощно очень грозно конечно на бумаге это классно смотрится нет инвокера у них нет вообще за за все время существования этого тега инвокера у них нет но есть вайпер хорошо хороший результативный вайпер они хоть не хотят ли они по его взять центральную линию но взять фантом лансера может быть но вот против фантом лансера уже герыч прям очень крут он его всегда убивает наверное в любой непонятной ситуации если флаг конечно есть дэс профит еще в пули персонажей кстати во и добро то кого мы обсуждали мы обсуждали пл обсуждали вайпера дп как тебе дп наверное наверное да скорее да чем нет это шадуфинт это черный ох не знаю просто понимая насколько нужна ювелирная работа при игре на сфе смогут ли но в рассказ в рассказ это круто это же просто мяско как раз вы пока там в интер виверно держит всех в ультимейте это время тратит шадуфинт на то чтобы по щекотать себя потом как чихает все гибнут то это в идеальном мире в котором удается все близи заберет ум не на это себе опять же алуха сыграет на таске год без вопросов год и полон тимас на своих ролях смотри к вопросу об инвокере в составе да в составе на инвокере не играли в составе этой команды но если смотреть на уж 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 товарища который забрал себе шадуфинда то у него инвокер есть в арсенале в официальных матчах до 27 раз и 55 процентный винрейт в инвокер он более менее просто он в составе команды если команда опять же не играет через инвокера не отрабатывает комбинации связки ну прочее 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 да шадуфинд у него шестой по популярности делит он это место с паком вот чуть выше находится вайпер как раз про которого мы упоминали и вот у шадуфинда как раз ровно 50 процентный винрейт в его исполнении вот он час икс монетка просто надо решить просто подброс монетки у вики скользкая ситуация очень скользкая почему потому что та победа которую я сейчас наблюдал от hfz немного более уверенно чем то что мы наблюдали против империи да да если у империи там просто были фундаментальные трудности с просто построением игры вот после 20 20 25 минуты ребята не могли перейти в наступление чисто физически то тут мы видели как вегу растоптали получится ли еще раз я считаю что вероятность есть очень даже есть мари очи забирает манки кинга да уж шадуфинд если вдруг кому то еще интересно или кто то не успел посмотреть кант в интервью верно саня на бэйне и хакон элдер титан да ну и по веге уже озвучивали тут без каких-то инноваций изменений про установки линий у вега сквадрон я так понимаю тоже все банально гирокоптер легкая сложная он не на это да никаких изменений по линиям пока не предвидится да это все формате квалификации всем кто там подключился это второй четверть финал первым на четверть финале победила империя сейчас уже в полуфинале ждет соперника это либо вега сквадрон либо же ханки с фром завод ну и еще у нас две пары команд которые просто ожидают завтрашнего игрового дня будут будут играть четверть финала все это в сингл сингл сетка восемь команд одна едет в китай с 1 по 4 февраля бороться за 300 к призовых смотри-ка в смолке вышли на вражеской половине вега ставит вард могут сейчас увидеть кто там под вышкой затаился а там затаился титан сф никто странный там не затаился да омник уже в сложной кстати по линиям вот омни найт против манки кинга как тебе такое если на первой карте это был дум против брюмастера и дум там формально вроде в роли альфы был то сейчас альфа это манки кинг он уже дежурит возле руны возле секрет шопа там граббик 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 бегает просто посмотри на него а не стала она нажимать и омник видимо не почувствовал что это смерть а это и правда смерть ты не будешь убегать от манки кинга под виверной вообще никак и с 40 секундной секундной перезарядкой на арктик бёрне ты будешь раз за разом отлетать вот трудно с пакетом на голове фармить году очень трудно и ремнанты тоже могут не сильно помогать в начале там урона не слишком много при том что сам год стоит против двух героев дальнего боя это так сейчас погоди-ка обсудим это чуть-чуть попозже шарты а лоха ну ладно шарты еще в итоге более-менее получились но года все-таки убьют наверное или да убьют еще и саня отбивается от этих всех людей кант кант мастер блока блочит не только король блокировки не только чужих но и своих кант молодец шадоуфинт посмотри на крипстат две минуты прошло ты искал его глазами да в списке он только что да 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 я видел он резко вырвался вперед ой-ой-ой там омник сейчас резко вырвется вперед потому что виберна ушла и значит что старая схема с блоком кант пошел других блочить кант две пачки заберет себе ну все шадоуфинт немного начинает разгоняться смотри тут битва битва за мага ах получилось эсэфчка шадоу шаман возвращается я так понимаю основной экшен будет все-таки в центральной линии виверна пытается как-то насолить близи но под вышки вряд ли удастся это сделать кант борется за опыт за золото кант немного побеждает пятерочка которая приходит за т2 вышкой за т1 вышкой крадет а тут уже первые неполадки в рядах работяг терпят они потери умирает бэйн но я вижу что в этот раз чуть активнее в целом идет игра меньше каких-то пассивных знаешь стояний просто на линиях чуть больше ротируются эээээ суппорты веги и вот например сейчас тусик уже снизу и он уже готов титану досаждать но вот при таком лайнапе титан против гирокоптера я имею ввиду без помощи без помощи тусика в целом должен быть хорош ну ты просто ходишь астрал спиритом где-то подфармливаешь где-то на себя крипов уводишь и а сильно это не подставляется главное самому гирокоптеру сильно не мешает да да ты просто сам получаешь опыт ты просто сам получаешь какой-то фарм небольшой собираешь крохи которые после гирича остаются но они остаются рано или поздно ты вынесешь свое 5 очень 3 на 3 в центре без палива так верно бегает SF, конечно, уязвим, но и помощники у SF классные Этот уязвимый SF уже обгоняет года Начинал с 0-0, как и все герои, начинал с 0-0 Просто к тому моменту 7 на 2 было у года уже, крипста Ну это же Shadow Fiend Ему главное рейзы получить, там, 2-го или 3-го уровня А дальше он уже на автомате, поигрывая пальчиками, спокойно выфармливает Шардами можно было попробовать закрыть, но назад отходит Назад отходит, там вардик был или что-то подобное Или просто почуяли, что нет смысла соваться Вардик там сверху пока стоит Снизу вард, я его просто подсматривал Именно эти, стороны дайр Там снизу вот чуть-чуть он за руной подсматривал этот вард Может быть где-то там, тусика, заметили Вот он, Монки Кинг и Умни Найт Умни Найт, между прочим, 17 на 1 Я что-то другого ожидал Морячи Хорошо, спасибо Он показал, что это, в принципе, работает Что так, так можно делать Спасибо Но Омник, 17-1 Да, давайте КАС посмотрим против Палантимаса Интересно, что здесь творится Туск приходит снова на Палантимаса Кстати, на Тускара, на Лохо Дэнс Сейчас сможет сразу 2 или 3 героя выйти Есть Артик Берн от Канта Сблокировочку можно искать Сблокировочку типы ЖК Нам Шарты отлично На Лохо Дэнсо, но там еще Артик Берн работает А вот Кант зря, наверное, сюда полез Кант уже не будет сейчас работать Потому что Эхостомп использовал Хакон Смотри, как красиво разыграли сейчас работяги Распределили урон от Рокет Бернаджа Класс Шикарно Да Шикарно И с линии увели гирокоптера Немножко фармом подзбили Хорошо, хорошо все сделали Не бросили Работяги своих не бросают, как мы выяснили Это верно 32 на 4 стоит Манки Кинг 21 на 10 уже Шадоу Финт тоже Вырывается в топы Кстати, Шадоу Финт и Шторм у них похожий функционал Вот они Начинают с 6 С 5-6 уровня Могут смело уходить в лес Год вообще показывает, что с 4-го можно это делать Если вдруг на линии не очень комфортно Отдать линию саппортом, которым надо получить 6-ой уровень И уйти так же фармить лес Ох, как Курьер своевременно пролетал Пролетая над гнездом кукушки Только тут пролетая над Шадоу Шаманом Именно калькулейтед На 6-ой, на 7-ой минуте, да А именно 6 минут 32 секунды Курьер должен быть под Т1 вышкой 7 ясно, да, ясно Саппорты по списку Да, прошлись там, чтоб варды никто, чтоб себе ничего больше не нес Ну и, конечно, Манки Кинг молодец, что отреагировал Нередко видим в такие моменты, знаешь, повышенную расслабленность Когда ты просто не нажимаешь кнопку и получаешь там хекс сразу же А игра, конечно, пассивненькая Касательно драк в центре немножечко потолкались Ну, на этом все В начале, да, пытались распределить как-то свои ресурсы команды Ой, ой, кайлы Ой, не просто кайлы, еще и плюшечки залетали Тут еще и верно помогает Вышка уводит на себя Вернее, Бэйн уводит на себя огонь башни ОАШ еще на развороте И еще один рейс Ракета, конечно же, его не добьет Там еще срабатывает рейндроп, но перекрывает Отход шардами Тусик И Палантимас накрывает коллдауном СФа забрали, но СФ сражался Аки-звери Минус два, да, сделался Да, два убийства на счету Шадоуфинда Вот он, Гот Который отъезжал Ну, в списке снизу он был, конечно же Пока нам показывают Мариачи И вот этот фирменный Омни Найт через Фейзы Который играет нынче Фейзы Солринг Ну, это доминирующий Омник на линии Аура тоже подкачана, конечно Чтоб гоняться и избивать людей Можно так, например, Виверну бить Но Виверна грамотно мансит По краешку скалы И Омник не может за ней Но Омник не сильно доминирует над Банки Кингом Даже какая-то обратная все-таки Ну, знаешь, когда Омника 3000 у МК 3900 В принципе, это неплохой показатель Может, Манки Кинг на старте Чуть-чуть недодоминировал И как-то по этой причине Появился такой разрыв Потому что сейчас я вижу Манки Кинг сидит на ветке А Омник фармит И на Манки Кинга готовятся выйти Причем скан использовали Но МК... Ага, нашли Отпрыгивает в сторону И запрыгивает сразу же На еще одно дерево Четыре героя сверху Но сейчас они не смогут Короля обезьян никак замесить А смогут левушку забрать Нет еще шестого уровня, понятно У Шадо Шамана Не будет вардов Пока просто забирают пачку крипов И... Крипла пытаются подпушить А... Омни Найт... Не, Омни Найт остается Да, Омни Найт остается Кто-то мне показался Тэп-Алт сделал Угу Он гиро был Ну, там гирокоптер улетел вниз А... Тут Титан Пока встречал Причем у Титана Уже сейчас шестой будет И может быть Он возьмет разлом Сразу же И может быть Захотят где-то подраться Но обычно Надо Виверни Да, обычно Нужна Виверна Под эту комбинацию Мы в принципе Рассматривали Весь драфт Работяг Именно в контексте Ульт Виверны А дальше поехали Сейчас Виверна улетает наверх Отличный Баундлесс-страйк Шарды тоже Неплохие И Сема Умирает И разлом есть Да, даже без Виверночки И Алоху Останавливает Алоху Минус Сильная перетяжка Сф в это время Доковыривает Центральную вышку Бьет Йоу Шел Шторм Спирит Раздолье для Шадоу Финда Шторм потерял Всю ману Я так понимаю Это все так же Лесные Лесные заработки От Шторм Спирита Год никак сейчас Шадоу Финда Не догоняет Тысяча с лишней Перефарма Манки Кинг Тоже При всем При том, что Шикарная линия Была для Гирокоптера Умака Даже Повыше фарм Пока да Пока работяги Смотрятся на уровне Достаточно хорошо Все Да, я согласен Существует Пляж Это Шестого уровня Ультимейта Виверна Да Эхо Близи Нет В плане Лейнинга Видно, что Он и действует Достаточно агрессивно И понимает Силу героя Но Прошлая игра На думе У меня пока Только негативные Эмоции Вызывает Может быть Сейчас и справится Хочется в это верить Было нападение На Виверну Кант Немножко подлечился Эхо стон Чпойник И все Там шардов нет Сноубола нет Кант может улететь Или не может улететь Нет Улетает Врат за брат Саню забрали Блантима заработал Этот фраг Пришел В центральную линию Что-то ему не очень нравится Стоять и фармить Но при этом Посмотри По золотишку Даже выходит вперед Манки Ким Да Обгоняет И шадов И эсэф Бабах Эх 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 Я только жду Шестой на Виверне Все Больше можете мне Ни о чем не говорить Не рассказывать Только шестой на Виверне Меня интересует Но пока это Четыре с половиной Масков Мэдэс на Гирокоптере Делались ли стаки Под Гирыча На древних Как-то ли они блокировались Обычных стаков Нет Древних Обычных Обычных Вон есть Возле Но там Шторм Заберет Но Шторм Это он может Самый под себя И стаков Нет там вообще Ничего нет И здесь тоже Ничего нет Ничего нет Нигде ничего нет Но посмотрим Может быть Может быть будет Знаешь вот Бывает так Нет и нет А потом раз И есть 8 бач И тут Пол стак Ну это Работяги Под Гирокоптер Стак Или просто Байте ли Смотри-ка Что берет Сф Берет усиление Магии Не скорость Атаки Ну я наверное Тоже Выступал бы За этот талант Да мы же обсуждали Это Шадоуфин прокастер Проказник Проказник Там кого-то убивают Титана Хотели видимо убивать Я смотрел у него Мана быстро закончилась Значит что Эхостомпом Где-то Подостановил людей А тут просто был выход В Со змейками Шадоу Шаман До него не дотягиваются Манки Кинг Но дотягивается Оригинальный Манки Кинг Копии не дотягивались Настоящие Дотягиваются Койл Разлом Бабах Тресь Бац Как еще можно описать А при том что еще Неудачный получился Вукон команд От Мариачи В любом случае Урона хватило Да Курьера правда Потеряли только что Силы тьмы И Мариачи Отваливается Минус 2 Минус 2 В размен на вышечку Ну и вардики были потрачены Вегасквадрон Сами сейчас пойдут Кушать Ханкис Фром Завод Никто Собственно Неким Дефать Шторм спирит Пока вообще Не показывается На линиях Года задача Номер 1 Это Добыть себе Нужный уровень И хотя бы В какой-то артефакт Выйти Начинает с Каи Тут все просто По дефолту Для шторм спирита Единственный момент Что ПТ у него На интеллект Это единственное Наверное Что можно Что обсуждается ПТ собирают Либо же собирают Арканы Которые потом В блатстоун превратятся Ну Сразу Начался Пауэртрейдс Я не знаю Что это за фигня И почему она у меня в твиттере А это Это Тоже Не знаю Тоже странная фигня В принципе Твиттер в последнее время Меня Не радует Сказал человек Собравший 7000 лайков Под постом В твиттере Ну все Всего добился Да Я думаю Можно заканчивать карьеру Киберспортивную карьеру Комментатора Киберспортивную карьеру В твиттере Ну нужно Да Нужно уходить в твиттер полностью После такого Ошеломительного успеха Фразы Никак не касающиеся Киберспорта Кроме того Что он Написал ее я Кая На Шторм Спирите Готова И что это значит Ничего Просто У Шторма Спирита Нашлось Две лишних Тысячи золота И он их Инвестировал Просто дальше Фармить Сплитить Фармить Брать 12 уровень И потом О каком-то Инициировании Будет Телить Сема Бедный Сема Нищенький Кант Нашел В кого Использовать Ультимейт Как же его тут Жизнь потаскала Причем Между двух огней Оказался С одной стороны Своитом Пытались его выручить Омник С репелами Лечениями С другого берега По нему Велся огонь Перетягивание каната Перетягивание Семы За руки Да И опять Отваливается Мариача Я очень Хочу верить Что это никак Не связано С безумно Дивными Четырьмя буквами ДДОС Ты думаешь Может быть Ну А почему нет Но когда человек Отваливается Два-три раза подряд Это у меня Вот первое опасение Это ДДОС А что Не может быть Такого Да может Я Не хочу даже Думать Хорошо Хорошо Ты уже Разволновался Что я чего-то Не знаю Об этом мире Нет 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 Наоборот Меня пугает Что ты знаешь И с такой уверенностью Говоришь Возможно Я этим и занимаюсь Сон Гойл Тут некуда укатываться Вот как бы ты не хотел показать Чистый скилл Но укатываться можно было Разве что на нейтралов А для этого времени нет Пока шарты Вот я эту шарты Он уже потратил Подцветить их было Невозможно И поэтому все Эх 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 Но теряют вышку На центральной линии Сейчас работяги Через варды Вот это пока Самая рабочая схема И она К моему Большому сожалению Очень медленная Поэтому Вышки падают Не так часто Как хотелось бы Мне И я думаю Нашим дорогим зрителям Врыв на Монки Кинга Катается и есть Так что перетяжка Умнена Это ультима и 10 Сейчас отожрется Да кстати Дерись А ты дерись же ты Он убежал за круг И не дерется И отпрыгивает Какой молодец Хорошо сделал Что не дрался Куда там драться Ты видишь его количество хп Да конечно Там бы не отожрался Вообще никак Сменку взял Называется не беря обувочка Просто взял с собой Сменную обувь Погода плохая Да Один на Тапк на одну ногу Другой на другую Попутно показываешь просто В зависимости от ситуации Правильно Ну там надо было Не-не-не Правильно Правильно Все сделал Нет Если без шуток Я правда думал Что его там заберут Если он Будет вот так дальше Под деревьями Мансить Но это то Та причина По которой он Собственно Там кнопки нажимает А мы здесь С тобой языками Милем Надерись Да Да Именно так Семнадцатая минута Заканчивается Одна тысяча Всего лишь Перефарма До Вегас Квадрон Ты решил Таким образом Неловко Перевести тему В другой русло Карта под номером 2 Четвертый Точнее второй Четвертьфинал Ханкис Фромзавод Против Вегас Квадрон Про счет говорил Давайте по составу Сема Играет на шаттер Шам Год забирает Себя шторм Сперед С вами Каспер Да Вот этого Можно было не говорить А вось Кто-то не знает И На пару хейтеров Оказалось бы Меньше Сэф Вот у Сэфа Много хейтеров Сейчас Четыре человека Водят вокруг Шадоу Финда Хороводы И убивают его Пятьдесят секунд Без мидера Остальных четыре человека Снизу У Работяк Такая грустная история Была Там прилетел курьер К Шадоу Финду И курьер Очень медленно Он же без ускорения Сейчас Но с неуязвимостью Улетает в сторону И Шадоу Финд На него смотрит Мол Почему я Это же курьер Почему он так может А я нет Он просто так медленно Вальяжно Размахивая крылышками Уходит Спокойно Себе на базу А вокруг Шадоу Финда Атище Шторм спирит Все ближе и ближе К Покупочке Бладстоуна И Шторм Держится Что-то по фарму Держался А ближе ли он Фарм Покупочки Бладстоуна Сразу вопрос На засыпку Был Был Он нормально Ну все равно По фарму все хорошо Штормал Он просто выпадал В какой-то момент И отставало Шадоу Финда Порядка Тысячи Там когда Три-четыре Тысячи В этой В этой области Был Нетворс Теперь же Если бы не эта смерть Они в ногу Шли бы с СФ Да уж Мэ К Он же Мангейкин Что Уже Устав Мэк 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 Хотел сказать Конечно Мэк Это неплохо Так вот Мэриач Борется И периодически Уступает Гирокуптору Фарма тоже Ой БКБшечка Ой Спиритвесел Ой Мидас Вот Спиритвесел И БКБшечка Мне очень нравится А Мидас Нет Это нормально Вот Для Такого течения Игры на Омнике Мидас Будет Неплох Но просто Я люблю Чуть более Активные Артефакты И все же В подобной Ситуации Мидас Хорош Хорош Да просто На Омнике Не так зависимо От активных Артефактов Какой активный Артефакт На Омнике Ну только Гризы Но здесь Этот Омник Вообще Не тот Архетип Немножко Который собирает Гардиан Грифс Потому что Он не через Аркантапки Играет И в общем Это совсем Другой случай А ну-ка Пора Раскастик Мы так долго О нем говорили Там Виверна Аккуратненько В смаке Выходит Спинку На кого-то Ультанули Кого кстати Ультанули Сейчас все В разные стороны И даже Учитывая то Что лишь Ошметками Заклинаний Зацепила команду Вега Они еле живые Должны уходить Прямо сейчас Потому что Шадоу Финт Идет добивать Всех Кто не умер Раз Два Три Четыре Пять Вас Иду я Добивать И Хорошо На форстапчике Морячий Косичок Да Это очень неприятно И Не сам он сюда шел Видимо Да Он скорее всего Просто до этого Еще нажал Вот Бежать куда-то А там потом Три человека оказалось А у Виверны А можно Виверну Ну пожалуйста Она только-только Потратила Клону Брейс Вот здесь Да 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 Как так получилось Возвращается Просто в игру Что со мной Не так Обидненько Интересно Будут ли Эти ребятишки Продолжать Какой он кант Уш-уш-уш Гоу пишет Уш-уш-уш Все нормально Все под контролем Два Один Баундлесс хотя бы успеет Нет Не успел замахнуться А он Он в этом А он стоял В вортексе Ну да Там вортекс как раз Закончился Он уже такой Вроде как Вдохнул Но выдохнуть не успел И то вдохнул Там очень опасный был воздух Заряженный И Дальше отрывается Гирокоптер До этого Мне почему-то казалось Вот после тех Бансов МК Удачных драк Для Манки Кинга После того Как забрали Шторм Спирита Я почему-то боялся Что Король обезьян Слишком резко Начнет отрываться У меня к тебе есть Серьезный разговор Нам нужно с тобой поговорить Да Смотри Почему На СФах Твердолоба Не берут Ауру По зданиям Действующим Берут 40 скоростей Я знаю Что 40 скоростей Это нормально Лишний тапок Второй Скажем Абу СФ должен быть Боевым И чё Купи себе Сию И будешь ты боевым СФ не ради пуши Строения СФ не ради драки Если у вас нечем пушить То это может быть Не лишним при пуши А Знаешь Просто покажите ауру Я веду к чему Покажите мне пожалуйста Ауру Ну 6 6 Хорошо Покажите мне здание Т3 Т3 Да 19 Будет 13 Да я умею считать В процентном соотношении Не так сильно Это треть 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 от резиста Физической урони Там эффективности Оно все равно Будет плюс-минус Треть Плюс вы можете Всегда купить дезолятор И это будет Почти вся броня У вышки Почти Но не вся Да ты понимаешь Что урона Придется все равно Вливать намного Намного меньше Ты хочешь сказать просто И Кирасу СФ покупает Потому что Он хочет ломать Здание в том числе Ты к тому ведешь Что movement speed Не так важен Я веду к тому Что 40 мс Это более-менее норм Но СФ покупает Кирасу Чтоб ломать Базу В том числе Ты можешь Не покупать Кирасу Или купить Даже еще Кирасу Ты просто говоришь Что ситуация Где какая-то Хардкорная Какое-то Хардкорное Ломание базы То есть Вы там Выиграли драк У вас Микросекунды Пойти что-то Быстро сломать Там Доля секунды Будет решаться А если СФ будет Выигрывать Стабильно Драки И просто Вы будете Пушить Когда 5 человек В таверне То не так сильно Нет Ракет это много Я говорю По личному опыту Это правда Очень много Просто значит Значит все-таки Создан для драк А не для пуша В глазах В частности В глазах Исполнителя Наши Я просто Я не видел Я почему В этом ведь Должно быть Рациональное зерно Потому как Никто Из проигроков Не берет Я поэтому И спрашиваю Я поэтому И спрашиваю Я думаю Тестили Я думаю Тестили Смотрели Реально Нет такого Буста Мне кажется В цифрах Правда Нет такого Буста Ну ладно И Кираса Не нужна И Кираса Нужна Кираса Просто так же Работает По героям По всем По всему остальному А Его Пассивка От этого Не становится Полезной Смотри Сейчас Шторм залетает И получает Финсгрипп Слушай А мне кажется Мы на драфте Помнишь Так шутили Шутили Охо Ха Финсгрипп После влета Да-да Слушай Был один Финсгрипп Внизу Вот второй Вот видел Как быстро Перемещается СФ Там сделал Фраг Там сделал Фраг А Ракеты Все равно Отпадил Рошана Забирают Сейчас Позволяет Убийство Без проблем С Рошаном Справиться Все Погнали Погнали Пушить Без ауры Я к тому Еще Вел Что Менее полезной Ведь не становится Его пассивка Он все так же В драке Она действует Нет Просто Ты рассматриваешь Исключительно В контексте Драки Я рассматриваю Еще и в контексте Того Чтобы подходить К базе Даже больше К тому Чтобы подходить К базе А вот теперь Я сейчас буду тебя Насловие ловить В контексте Того Чтобы подходить К базе Лучше это делать Быстрее Вот тебе Мувмент спит Быстрее пришел А и что Ну ты подошел И все Быстрее начал бить Быстрее разрушил Нет Если у вышки Меньше брони Тебе нужно нанести Меньше ударов По ней Но ты это компенсируешь Скорость и подход Ты же со своей базой Как твоя скорость Передвижения Влияет на количество Ударов То есть у нас есть Количество здоровья Вышки Это математика Первый класс Первый класс Задача по математике Первый класс Есть расстояние Скорость И время Что ты Ты сейчас Так а ну-ка Полемика началась Я тебе объясняю Драка Которая выигрывается Например у себя Под Т2 Ты пешочком Несешься К вышке И выигрываешь Количество времени Которое ты потом Потратишь На удары по вышке Хорошо У меня один вопрос А у твоих товарищей Тоже плюс 40? Или ты сам пойдешь Без один ломать базу? Ну вот у тебя есть Плюс 40 И ты вроде бы В теории Быстрее двигаешься А товарищи твои Тоже плюс 40 имеют Они тоже быстрее двигаются Ты хочешь сказать Что еще и товарищи будут С учетом ауры Ломать Ну а как бы Количество брони Влияет на то Какой урон Наносят твои товарищи По башне Я понял Да Ну я понимаю К чему ты ведешь Безусловно Слава богу Просто должна была быть Альтернатива Нет Я тоже понимаю К чему ведешь ты Просто я не знаю Откуда такое Повальное просто Игнорирование Этого таланта Хорошо Все Тут просто Господа Наши дорогие зрители Не происходит Ничего А кстати по артефакту Можно шэдоуфинда Еще глянуть Бкб купил Только что Бкб Шэдоуфинд Шэдоуфинд Ну пика бкб Смотри Шэдоуфинды Привычно мы видели Сэнжин Яша Там еще появлялся Либо же Монта стайл Вот сия Хорошо И как раз На скорость Очень круто влияет Фарм Если ты просто Не собираешь Этот артефакт Игнорируешь его Потому что Скорость бега Это реально Хорошая вещь Улетел Хелп Аж Жамка Возможно Может профессиональный Игрокер Ориентируется на то Что ты таким образом Разбавляешь себя От артефакта Другие артефакты На урон Есть на замедлении И скади Какой-то Они Мэймот Сэнж Смотри Идут забирать башню Снизу Я не буду ничего Больше говорить А не Я не против Я что-то шею путем Пока сидел Не двигался Там в центре Они подошли Как быстро МК по деревьям Один по воздуху Другой по земле Очень быстро оказались На этой двоушке Рано ее начали бить Убили Не знаю вообще Какие еще Нужные доказательства Какие ваши доказательства Да, все Уже в миде А? Как он Молния Как он быстро Быстрее, чем шторм Бегает Быстрее, чем шторм По лаге Хороший Каким же басом Это все проходило По павильону Во Франкфурте Когда это на колоночках Такой рокот По помещению Расходился Шторм Полетел Не получил Финскрипт Что очень странно Что-то шамана Вот прибило Не сбить телепорт И улетает Тусик Все улетели Кроме шамана Все На время для СФ Очень быстро По линии Да На первой космической Нет, если Исключить наличие Саши Яши Если была бы Сия То да Там бонусов Наверное В таком же Примерном районе Давалось бы А так да Если у тебя Сии нет То можно и Талантик взять На скорость Это мне пока Кажется Наиболее Логичным Аргументом По-моему Выбор Кроме Вот Если возвращаться К разговору По талантам По-моему Ни один Талант На скорость Бега Никем Никогда не брался У Андерлорда Еще есть Был Раньше Нет, я говорю Не брался Не выбирался Профессиональными Игроками На других Касанажах У Андерлорда У Андерлорда Было плюс 50 Сейчас там Кажется плюс 30 Но на один Или два этапа раньше Но раньше Когда было плюс 50 Скорости Он тоже Мог браться А все остальные Они просто ничтожные Там плюс 10 Плюс 15 Плюс 20 Они вообще Понарошечные Не знаю Как можно было Придумать именно Такое количество В бонусах В общем Дезолятором МК с дезолятором Две первые позиции Возможно Чтоб башни Быстрее ломать Возможно А возможно Чтоб героев Все-таки В ультимейте Башни не ломаются А интересно SF керасу Купят Думаю нет Кстати Думаю нет Тут бабочка Какой-нибудь Скади Жду от Шадоу Финда Бабочка Хорошо Сам бегаешь Быстро Неплохо бы замедлить Остальные Не, ну это Классический Закуп Игнорировать Что-то Либо бабочку Либо Скади Ну просто Напросто Глупо Вот он Очень быстрый Гирокоптер С Энджин Яшей И бабочкой Там же у Шадоу Финда При таком-то Деле На 25 Уровне Скорость бега Просто шальная Он там Между бабочкой И МКБ Так крутится Да Просто решил Видимо добивать Гирокоптера Не тягаться с ним В рандоме У воротов А Четко Тягаться в рандоме Попадет он Или не попадет Вроде как Вышли на него А он вроде Плюс 40 Ушу-шу-шу Махер Вард установили Но вард Не видит Верхнюю часть Карты Там Вот он Бэйн С Бэйном Разделаются Полагаю Или нет Или нет Бэйн пока еще живет Финскрипт на развороте Сон Полни Найду Эхо стомп И все Сейчас умрут И Сэм Колдует На ноге дальше За Шадоу-шаманом Забирает его Омни Найта Стараются не отпускать Там Гвардиан Энджел ТП Аут Старается делать Омни Найт И умудряется уйти Это конец Это стомп Через всю карту Где сам Не, он рядышком Он гонялся Он бежал Чуть не на максимум Действия У него не плюс 40 Конечно Но да Но он тоже старался И Ничего другого Не остается Делать Алохи Кроме как просто Скипать Еще одну пачку Да, теперь можно Быстро идти ломать Вышки Стараются На Т3 Зайти Ханкис Фромзавод Ой, неприятностью Вега-сквадрон Слушай, а если быстро Нужно сломать вышку То, что лучше Лучше быстрее К ней дойти Пока не рискнулись Герои А там Они вообще Не хотят никуда идти Пока что Не хотят никуда идти Не хотят провоцировать Лишний раз Ориентация идет На Рошана Он вот 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 Должен быть Если Снизу Уголку Таймер Меня Не обманывает Да? Таймер Уголки Ну, там Этот Курсор Можно навести 7 Такой тут Обсервер Троллирует Еще 2 минуты Вот кто действительно Троллирует 19 на 9 Драка Блестящая получилась Для Ханкис Фромзавод То, что Года Моментально Минуснули Это Красиво было Действительно И Бэйн Который выживает В итоге Файте Это Еще не было Полного Прокаста Через Виверну Но Мы наблюдали Как Эрсплит Я просто Наблюдал Как В районе Тир-2 Вышки Когда Была Драка Что Ничто Не попало Нормально В Людей И Они Чуть не Умерли Вот Представишь Что Хотя бы Процентов На 20 Будет Эффективнее Использование Никто Не уйдет Просто Никто Там Кираса Наша Да Я обратил Внимание А он Как считаешь От того Что База Быстрее Горит База Да Но И Герой Умирает Быстрее Само Собой Герои И так Быстрее У тебя Высокая Скорость Атаки Которую Дает Кираса Помимо Конечно Неплохо Большую Скорость Бега Естественно Ты для Скорости Атаки И Урона И Бега Для всех Этих Параметров Можешь Купить Бабочку Но Почему Я Не знаю Почему Но Почему Выбор Пал Именно На Кирасу Нет Я знаю Почему Я просто Тебе Не скажу Может Ты Додумаешь Я Не буду В этот Разговор Ввязываться Ты Какие Темные Игры Строишь Да Так И Есть Странно А что Не взял Реально На Пуш Тавров Талант Толка Скорости Бега Не Ну а так Получается Шесть Пять Это Сколько Одиннадцать Дезолятор Семь Ну Восемнадцать Это Это Ноль Брони У Тир-3 Вышки Один Один Остается А Шесть Шесть Ну Две Единички Значит Там Меняли Постоянно Семь Это Шесть Дезолятор Ой 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 Не успел Не успел Чуть Чуть Ну так Красиво Было Это Было Прикольно Алибарда Появляется У Титана Трепещи Гирокоптер Где твой Блэккинг Бар Хочет спросить Титан Вообще Титан Вместо Алибарды Иногда Может приобретать Себе Аганим И Алибардить Вообще Всех Только Это Чуть Сложнее Делать Да Если Честно Совсем Честно Как бы Я не любил Аганим На Титане Но Просто Исполнить Очень тяжело И вот Чтобы это Надежно Сработало Алибарду Ты ткнул На Гирокоптера И заткнул его А С Аганимом Ну попал Не попал Иногда Не в Гирокоптера Нужно попадать Потому что Все остальные Вроде как Неплохо встали Шадоффин Летит Как раз Слип Сема Хексун Золотой Барашек Ой Ой Там что-то Саня Перестарался Немного Использовал Финсгрип Уже практически Мертвого Шамана И в итоге Забрали Варды Заденяли Вышку И к тому же Забрали Шадоу Шамана Еще немного Золота В принципе Сэкономили И заработали Себе Ханки С Фромзавод Но игра Рошана Нужно забирать Рошана Как можно скорее Да Посмотри У нас 33 минуты Игра очень близко Идет 2000 всего лишь Перефарм Все так же В напряжении Держат все линии Поэтому Какое-то Отдавать Предпочтение Какому-то коллективу Просто невозможно Шторм Что будет выход На Уш Уш Сам Шторм Вряд ли убивает Уш 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 Быстрый Все-таки Плюс 40 есть Я просто вижу Как на Блайтинге Шторм не догоняет Что-то Фриндаль Я к тому Что можно Чуть более Дешевыми предметами Шторм спирита Обездвижен Например Рудов Атос Хорошая Штука Бейн Ну да Вот кто-то Кто Не имеет Большого количества Денег Но при этом Может Инвестировать Пару тысяч На дистанции Бейн Виверна Титан Титан Вот салебардочкой Может еще и Атосик Где-то подфармит Ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Иди хакон Иди хаконушка Все готовы драться Уже раз так Шторм врывался Да И гирокоптер Тоже врывался Вот Шторм вылетел А гирокоптера нет И его сейчас Прошел сплитер В ультимейт Виверна Срывается Команда Вега-Сквадрон Это на стадии Драфта Примерно Предполагалось Ну и вот Наконец-то Мы увидели Эту комбинацию Красиво Красиво Правда Очень И шторм залетел И таким образом Подставил гироча Потому что Гирокоптер полетел Вслед за штормспиритом Шторм улетел назад А гирокоптер получил Медленно подошел Очень медленно Распустовал Свой ультимейт И вот Ну это Отчаяние Просто агония Попытка Вот как-то Оправдать Произошедшее Только что Гирокоптер теряет Всю ману У Года нет телепорта При этом еще Немножко подвел Астрал спирит Самого титана И центральная линия Толкается Там Уже СФ И там Манки Кинг Этим ребятам Урона по вышкам Не занимать Есть изолятор Есть кераса Да Есть такое И они здесь быстро Вот по деревьям Еще раз повторяю С другой По земле Ну и Очень сильно страдает Мне кажется Правда не очень существенно Это было бы Да ну Это в любом случае Существенно Вот правда В процентах Главное бы пересчитать Можно подключить Совсем серьезную математику Если кому-то нечем заняться Можете посчитать Насколько Урона Больше получает здание Хорошие шарды Просто неким гнать Двух персонажей Минус сторона Минус сторона Благодаря Шикарной драке Мы не часто Это наблюдаем Там Будут драться Там кажется Планируют драться Я видел только что На развороте Виверна Да Слишком далеко Вперед Дергнулась Может это конечно Кант Такой Отчаянный боец Сырока Вегис Чё б мне Квадраться И Шадоуфин После МКБ СБД Долос Кажется Поставил Да Ломаются Сентрики Ну Я не знаю Вега уже проигрывает С счетом 1-0 Для наших зрителей Повторим Что Это матч на вылет Вега Сквадрон Уже проигрывает Одну карту Там сверху Прямоугольный Чуд Параллелепипед Параллелепипед Желтый Параллелепипед Но он под углом Все-таки Небольшой Сегодня В математику Слишком большой упор Мне кажется Сделан Нормальный Да И Кираса На гирокоптере И Манки Кинг Купил себе посох Угадай Свой собственный Чей Представляешь Вообще Куча денег Твоя вещь Смайликом На Твиче Смайли У меня нет Моего смайлика На Твиче Твич В чем Твоя проблема Шторм врывается На Пейна Опять же Полевая тучка Есть Виверна Которая пытается Подсейвить Саню Она ее сейвит И в это время Варди Анэшал Прожимается БКБ есть Так же Мариачи На край Своего ультимейта Сф Сзади Разултился Много здоровья Теряет Шторм спирит Надо пытаться Хотя бы отсюда уйти Ульт виверна И никто отсюда Просто так Не отпустит Варды Варды шаммана Как же они Надоели Аж Аж Рученьками Работает И убивает Уже четверых Шадоу Финт Не прощает Более чем Богоподобен 5100 Да С ним только Гирокоптер Может сравниться Но Гирокоптер Был Вынужден улететь И даже Егиду не сняли С СФ Такой Нюанс Да Две Алибарды Успел использовать Титан Да и к нему Летит Кераса Кераса Дейдлосс Сколько я понимаю Да скорее всего Черному Да скорее всего Наверное Потому что он купил себе Демонедж Курьерчик Да Готов Дейдлосс МКБ Чудовищный урон Но бегает он не очень быстро Я так смотрю Все равно Сказать что-то прям существенно В Сикера его превратило Нет В пересчете на километры За 40 минут игры Или сколько он бегает С этим талантом Это может быть Неплохое расстояние Что делать в Экосквадру Как быть В этой ситуации Они проигрывают Потенциально сопернику Который Ну Неизвестный соперник Мягко говоря Там Конечно есть ребята Это так или иначе Недавно собранный стак Тут конечно и замены Наверное решают И что я Сказал много Замены Замены решают Тут ты хорошо подметил Замены были сделаны Не так давно И С этими заменами Сейчас Насколько я понимаю И у У HFZ тоже Замены есть У них в принципе Я так понимаю Я не знаком с этой командой Возможно это просто Команда замена Но у которой сейчас Очень хорошо получается Которые К слову Многие команды Из этого тира Они Понабрав кучу героев Для комбинаций Эти комбинации Никогда не демонстрируют Вот Примеры есть А Эта команда Как раз Совсем Полная противоположность Потому что Они мало того Что драфт построили Вокруг Виверны И Титана Так они еще И постоянно Используют Эта комбо-бомба Не в идеальной комбинации Но тем не менее Мы не видим драки Где нет Либо разлома Либо ульты Виверны Там SF Чтобы не расколдовался То есть постоянно Все все используют Так они один раз Идеально использовали После этого SF вырывается Чуть ли не на целый артефакт По отношению к остальным Следовательно В следующей драке Он делает ультра килл Просто руками Да Поэтому Тут достаточно Один-два раза Провернуть данную комбинацию И этого хватит Неверно уже С даггером 2000 на руках Даггер Глимер кейп Для канта Шикарно Ой Shadow Shaman 2900 Какой ужас 7600 бейн Вообще таких богатых бейн И 2900 Shadow Shaman Все ма просто Выпадает с игры И Леха Соло Тоже Смотрит на бейна 7700 Как он это сделал Да Вспоминаю я этих бейнов Но Тапок веточка Да Тапок веточка Но знаешь Со своей работой Тот бейн справлялся Проверял в нужных местах Ловил нужных пацанов Линкин сферы сбивал В принципе Что еще от него необходимо Да То что такой бейн С форстафами Глимерами Там чем-то Он способен жить дольше И Больше Надоедать Это конечно Факт Ну там Чуть больше Чуть в другую сторону Были аксенты Обычно расставлены В сторону коров А здесь Коры сами по себе А сапы Просто за счет Доминации Неплохо подфармили Аккуратная тусовочка Вот еще в Z Получается Они подпушивают Верхнюю сторону Сами же Потенциально Мидлейн Собираются защищать И Я смотрю Там Туск Прогуливается Его пока не видят Ничего не напасть Туск появляется На линии Тускара видит Он тратит Сноубол На Крипов И тут же Ответная реакция От Виверна Аптиквер Не получится Форстаф Имеется У Аллахиадов Он не может Да Ну Очень опасно Илья сейчас играл Я понимаю Что у него есть Блинк Форстаф Он Подозревал Что скроется Но мало ли Что пойдет Не так Мало ли Где окажется Этот Бейн И подловит Тебя За усцы Плюс 100 брони На 25 Ура Мне Руну бы сейчас Подобрать Когда враг Со своей половиной Зай Чего Так Не знаю Илья Просто Илья Недалеко Конечно Дососут Его Рашан Появляется Рашан Появляется Кажется Да Таймер Пока еще нет Пока непонятно 15 секунд До таймера Ну да Может Может появиться Через 10 секунд Но если он появится Сейчас То смерть Тусика Прям совсем лишняя Да Шаман идет Шаман идет Пушит Молниями Но Варда ему не дадут Поставить на Т3 вышку Да В итоге До Рашана На 40 секунд Еще примерно Это значит Что Тусик Успеет Воскреснуть И куда прилететь У меня вопрос Ну пешочком Придется бегать У него там Блинк Форстав За секунд 15 доберется Если За эти 15 секунд Не упадет Рашан Оторвала Купила Сцф Тут уже Я-то понимаю С лотов Просто не остается Остается Грейдить То что То что имеешь Бабочка Потенциально Будет так же У Шадо Финда Что выложить БКБ использовать Вложить в себя Бабочку Что-то из этого Разряда Какие поддачи Криты по 1000 Вылетают От Шадо Финда А там Не у всех героев Жизни хватит Чтобы пережить Критический И я вновь Возвращаюсь К Шадоу Шаману У него Гриммер Кейп есть А ну ладно У него полторашка И 7 брони То есть Минус Кераса И Ну да Минус 11 Минус 11 Если 1 СФ Даже просто ударит Ну ладно С одного удара Не убьет Но Двух тычек Будет достаточно Если одна из них Будет критом Хорошо Нули фаер Нули фаер Вот где они все живут Эти нули фаеры В мире Тир 2 команд В параллельной вселенной Выйдут в тир 1 Обрадуются Там Немножко Поспокойненность На себя чувствовать Не буду так рвать И метать Все Где эти нули фаеры Где нули фаер На паке Нет Где нули фаер На паке И атака Из-за 3 Была Вообще не понятно Под Йелнером Ну да И критами Странные короче люди С этими паками Шаман Все-таки добрался До Т3 Не Не-не-не Шторм тоже Наверное Добычи для него Сейчас не будет Жух Потрясающе Потрясающе Как же он подсвечивает Освещение Да Освещение Великолепно Почему только ненавязчиво По центральной линии Уже Вивер найдет Вместе с Элдер Тайтером Это пара героев Я думаю Саппорта Или какой-то герой Третьей позиции Назадится На убить Шторм залетает Шар Сыр Там еще сыр Насколько я понимаю Есть у Титана Да пошла перезарядка 40 секунд Под вардами Бегает Алоха И эхо-сно И просто Высасывают Вновь тусика Ну опять Полез Наражен И был за это наказан Выкуп есть Что хоть Немножко Делает приятнее ситуацию А пушить не очень удобно Шторм спирита Да он 2-3 ремната ставит Крипы Разбиваются Сразу же Вот даже мы сейчас видим По линии Там могут крипы идти И они просто Чпончик-чпончик И лопнут Поэтому выбирают Немножко другое направление Для атаки А знаешь В чем прелесть Шторм спирита Он может летать Не только по центральной линии Он летает везде Еще прелесть в том Что он не только вперед Может летать Но и назад Летать может по-разному Шторм Но все же Тележка добралась До башни Есть Просто Канту Надо вытащить Утимейн Шторм Не Они могут Вот так вот Установить арену У моряча Там плюс 100 брони Поэтому его так просто Вообще не убить И атаковать Базу Наверное Нет Пока не базу Валантин СФ Тот Ушел СФ СФ отходит СФ пока еще Не потерял эгиду А возможно стоило это сделать Потому что сейчас Манкикинг будет умирать Да Закончилось действие ульты Верно А уртки кого-нибудь Уртки А не убил Нет Захотел Хакон давать ультимейт Дальше что Дальше сейчас Хакон Если бы ультривер был потрачен Сплиттер был бы неплох Сюда Ой А что ты с маной случилось Нечем снимать Что фенду нужна помощь Бэйн без кнопок Практически полностью Да И заливает Гирокоптер Убивая Одного лишь СФа Убивает Неподалеку Находящегося Бэйна И расстреливает Шадоу Битта Ба-бах Тысячу золотых монет Заработали За Омни На это Рефрешер Да Рефрешер на Омнике Который сейчас и решил Все Ну не все Но многое Потому что два Гардиан Энджела Шторм Спирита Очень сильно спасли Да Пять с половиной тысяч Плюс Пять с половиной Гирич Вернее Четыре с половиной Гирича И пять с половиной Шторм Неплохо так полетали Шторм там катается Уже по всей базе По всей карте В магазин слетал Назад вернулся Одиннадцать зарядов Казалось бы В Гладстоне Не так и много Ну года хватает Там еще карты Отличные артефакты А вот теперь Можно полетать Поубивать Вот таких Загульных героев Типа Виверны Видимо Не попал в поле зрения Виверн Выкупы у всех есть Бейн же появлялся Секунд через пять Нет? Разве? Я хотел сказать Что СФу Возможно стоит Сделать выкуп Но Остальные бы появились Сами по себе Да Остальные и появляются Сами по себе СФ Нажимает кнопочку Выкупиться Неверно За штормом Гоняется у шторма Нет маны Да Эти ремнанты Похоже Духали А база уже с телепорта Я как гляжу Не слишком Знаешь Обращают внимание На эти ремнанты Игроки Из команды Работяги С завода Но ремнанты Изрядно Трепают Эти тушки Уже с вардами Сложно разбираться Да Там уже Лишняя Единичка Здоровья На 20 уровне Только-только Недавно Шаман получил Меня исправили Сказали Это параллелограмм Да Извините Извините Параллелопипед Это Объед Моя фигура Да Минус Ленка И Финс Гриб Опасненько Шторм В любом случае Если пойду дальше HFZ придется Выкупаться А они должны Ну они должны И чуть-чуть Хотя бы поджимать Но так как У Штормспирита Еще Бладстоун есть То он Не слишком долго Появляется Там не 2 минуты А всего лишь На минуту В таберну Ушел Много Наверное Не успеть Сделать Сейчас 50 минут 1к Перефарм Вот это я называю Равная игра Очень Очень плотненько А вблизи Откатился Рефрешер Выкупа Вот нет На SF И это Самое страшное Сейчас Для работяг И blink На шедо шамане Страшный Сатаник Купил Шедо финт Просто Слоты Заканчиваются Да Он Дейдлс Переложил Сейчас Причем И пика Вроде бы Полезная Вещица Но в идеале Бо знаешь Залететь Использовать Пику Переложить Дейдлс Там Чтоб тебя Еще никто Не трогал И чтоб Быстро Эти 6 секунд Прошли Пока Активируется Артефакт Там БКБ Все дела Ну с БКБ Проще всего Наверное Используешь БКБ Что-то в себя Вкладываешь Так тоже Можно работать А кстати Как там Манкикинг Вообще Нулифайр Он-то свой купил 300 атаки У него есть И 100 брони У него есть С ульты Ну и 5500 На руках Пока никак Кто-то не тратит Гирокоптер Пошел Криты собрать Но гера Опасен Мы видели уже Гера Который Расстреливает Соку От врага Тут Просто Все что Надо HFZ Это Снова Выдать Комбинацию Виверна Плюс Элерт За Они сквозь Они сквозь Прошли Друг Друг Друга В принципе Можно и зажаться Вот пытаюсь понять Нулифайр Просто на Манки Кинге И не понимаю Есть идея Зачем нужно Нулифайр На МК Тут неловкий момент Когда Я Совсем Не люблю Нулифайр Видимо Гереза Затыкать А что А как ты его Затыкаешь Ну ты ему Ничего не затыкаешь Ну Почему У него БКБ не дать Поржать Все Пассивные Артефакты И вы его так можете Схватить В БКБ Там вообще Есть БКБ У Герокоптера В коем-то У него нет БКБ У него нет БКБ Все Вопрос снимается Но у него Ни одного Активного артефакта Фейзы И бабочка На скорость Все остальное Все пассивное Шаман тоже Ну может что-то Использовать Омник Омник Да Рефрешер Форстав И Октарин Почти готов Нектарин По-моему Вега Сквадрон Воспряли духом После этой отдачи От МК Когда вы даже И сносите Вторую сторону Тут вообще Выигранная драка И игра-то закончилась 53-я минута Любая Любой В хлам Проигранный Файт Заканчивается Сносом всех сторон Смотри Сейчас СССР Дерется С Фалантимасом Еще критический Под конец Залетел А гирокоптер Что-то не по шансам Пока не по шансам Я смотрю Ищет Пол карты Пол карты Хороший Герой Жадоуфинт У него там Бит Бой с тенью Да Вокруг 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 была Вся команда HRZ Конечно Шторма бы забрали Ну это Нервы Скорее всего Я думаю Ничего такого Похоже на то Супер страшного Вот сыграл на это И МК Сейчас будут ловить МК МК Тоже БКБ нажимает Тут улетает Шторм И Добрались До Тусика Это уже Больше похоже на Начало драки Возможно даже Начало полноценной драки Монки Кинг Ставит арену И сразу же Пошла ультимативная Виверная Уж Будет раскастоваться Да-да-да-да-да Но все Уходит в молоко Уроны почти Не получают СФ 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 Все Так Раздаун На High Ground Shadow Fiend Но умирает 100 секунд Без него ОМК там бегает В своем ультимейте Но Вот Нулифайр Нулифайр Непонятно Зачем Купи просто Атос Ну ладно Это реально было Эффективнее чем Нулифайр Шторм просто Прыгает По всей карте Туда-сюда Туда-сюда Я не говорю о том Что именно Атос нужно было брать Но о том Что даже Атос Был бы эффективнее Чем Нулифайр Виверный Рефрешер Ну так Так Вообще Можно кого-то И убить Через Рефрешер На Викторин Поднимите себе Близи Рефрешер Шар Рефрешер Рефрешер Шар И сакторин Да Так Актуальность Нулифайра Возрастает Многократно Многократно Возрастает Именно Этот артефакт Его польза Но как быстро Нужно убить Омника А это можно сделать Слушай А кто Омни Найта Будет охранять Тусик Сноуболи Все Да он будет бить его Вот ультум Виверна Просто будет бить Кто кого Омни Найта Тусик Кто должен Его спасать Кто-то Того и убьет Главное Виверне Качественно Выдать Свою Ультимативную Вот и все И дальше Дальше Через Ну Также Через Нет Омник Стоит Сзади Омник Стоит Сзади Ты В него Выдать Ульт Можешь Вот прям Совсем Вряд ли Вот смотри Кого ты будешь давать Где Омник Вон он Мне кажется Чуть-чуть Не достает Ну да Вообще Близко Ну Ну все Конечно Не совсем Хотят Заходить Шадов Уже Сейчас появится Откатился А уже появился Глиф Использовали И отступает Вега Вот корень Всех зол Вега Сфадрон Это Омни Найт С рефрешером И рефрешер Шардом И конечно же Надо начинать Действие Именно с Омни Найта Или просто Нулифайером Его заткнуть И Попытаться Как-то Не знаю Но он же Понажимает Эти Guardian Angel Это ж Просто Хавайся Зажались на базе HFZ Вообще Не спускаются Ну и это Понятно И смотри на Этого Партизана Сема Пока команда Завяжет драку В центральной линии Скажем Нужно отвлечь внимание Отверх Да-да-да Вот сейчас нужно Что в центре Кто-то отвлек внимание Там есть усик У Алохи Уже много раз Получалось отвлекать внимание Можно даже Этой репутацией Пользоваться Рапира На Гирокоптере Решили выигрывать Лишь бы она в руки МК не попала Лишь бы Да, лишь бы Виверна сейчас Не выдала Такой ульт Чтоб Гирокоптер Своих же ребят И закопает Например Умни Найт Серфрешера Например Умни Найт Ну прометчиво Конечно С ультимейтом А у кого У кого Эггис А у Гирокоптера Его дважды Придется убивать Да Но просто он может Всех дважды убить Он может убить Сначала одного С Рапирой А потом второго Шторм залетает Сбит Лингенцферу Хоть что-нибудь сбить Хоть что-нибудь сделать Там Финус Грипп Это кстати Гирокоптер Есть Сноубол И это отличный момент Для Виверны Для того чтобы Задать свою ульт Даггер сбивает Сбивает Даггер Сбивают Канту Даггер Не может прыгнуть нормально Просто флэг Кэнон Разлетался Есть ультимейт Омника убили Омника убили Разлом правда Уходит в молоко И есть кстати Еще один ультимейт Рефрешер использовала Виверна И Шторм уходит Гирокоптер Улетает Улетает Гирыч Потеряли еще одну сторону Работяги Верхнюю линию Сломал Шаман Сема Сема там Коварно Хитрюга Он там сидел Коварно Полчаса Дожидался Надо идти Надо идти драться Надо идти драться Мне кажется Шадоффин за своей рапирой Пошел Очень на то похоже Монки Кинг За своей рапирой Пошел И СФ За своей рапирой Пошел Как там Неплохо 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 Ой Шторм пришел Здесь В магазин Говорит Можно мне рапир Не извините Закончились Реально Больше нет рапир Вот только Только Какие-то дикие Три парня Купили рапиру Поэтому не могу Да Хекс У Шторм Спирита Виверни Бояться нужно Сильно бояться нужно Надо идти Я так понимаю Идут улынить И Охранять Вот эту пачку Крипов Забрать Шторма Ну так сильно От Шторм Спирита Не поохраняешь Просто мимо пролетит И пачка Рассыпется Ну идут Идут С крипами Заходят на базу Идут ломать Т4 Вышку Шторм Тем временем На вражеской базе Глиф использован Шторм Спирит Делает мега крипов Крипы Также В принципе Уже готовы Ломать базу Работяг Залетает Алоха Получает По щам Сф пока готов Отжираться Да тут мега крипы Виверна на защите базы Хекс был использован Пошел Также ульт от Манки Кинга И Есть финс грипп Есть финс грипп По гирокоптеру Его избивают Но Но не спасти Не спасти гирыча Он падает Минус Эгида Сф уже сатаник потратил Уже ничего не может сделать Хотя СФ пока еще не бьют СФ под Хексом СФ умирает 100 секунд без СФ Все пытаются убежать Но тот же год Пошел Догонять И догоняет Потому что это Шторм Спирит Это победа ГГВП 1-1 Как же тяжко все было Для Вега Сквадрон Ну и HFZ Просто в какой-то момент Остановились Перестали сноуболить И После двух выигранных драк Видим что Вега пришли в себя Вот С появлением 25 уровня